Рождественский городок Рождественский городок Эстония в свою очередь занята подготовкой к скорому прибытию двух подразделений американских союзников. В общем, тем для еженедельной пресс-конференции в Министерстве обороны, где побывал Михаил Владиславлев, было немало. То, что пресс-конференции проходят в Министерстве обороны вот уже второй день подряд, можно считать своеобразной приметой нашего времени. Сегодняшняя традиционно была посвящена ситуации в Украине. Военные специалисты выделяют два обстоятельства. Во-первых, атаку на аэродромы под Рязанью и Кузском, там, где базируются российские стратегические бомбардировщики. И, во-вторых, это, собственно, ситуация на Украинском фронте. На линии фронта положение можно привычно назвать статичным. По многим направлениям российские атаки и даже артиллерийские обстрелы стали менее интенсивными. Но, скорее, это некое затишье перед возможной бурей. С наступлением настоящей зимы многое может измениться. Подразделения, составленные из мобилизованных, прошли выучку в 2-3 месяца и двигаются к украинским границам. Погода, если мы говорим про ландшафт, начинает содействовать атакующим действиям при поддержке бронетехники. До сих пор атаки производились на уровне взводов или рот. Но в зависимости от погоды ситуация будет меняться. Украинский фронт, конечно, очень длинный, ландшафт очень разный. Где-то обороняющаяся сторона останется в лучшей позиции. Но личный состав у России увеличивается, и через недели или месяц может возникнуть искушение начать атаки. Специалисты продолжают анализировать взрывы на российских аэродромах, служащих базой для стратегических бомбардировщиков. Именно с них поднимались самолеты, с которых запускались ракеты, атаковавшие украинскую гражданскую инфраструктуру. Военные потери не столь значительны, но остается вопросом, кто и как успешно атаковал столь важные объекты. Видимо, версию о нарушении пожарных правил всерьез никто не рассматривает. Важными эти атаки являются прежде всего с точки зрения боевого духа и морали. В тысячи километров от украинской границы нанесен удар по базе стратегических бомбардировщиков. Это колоссально. Военные потери, а это два-три самолета, не так велики. Их у России много, но моральный урон велик. Его можно сравнить с посадкой самолета «Матиаса» «Руста» на Красной площади. Думаю, случай вызвал много неприятных вопросов у российского военного и политического руководства. Но если говорить о более дальней перспективе, то надо понимать, что военный потенциал у России далеко не исчерпан. Россия потеряла с начала войны около 1400 танков. Но из оставшихся в запасе или на ремонтных базах можно собрать еще около 3000. Потери российской армии убитыми и ранеными оцениваются в 100 тысяч человек, но мобилизовано 300 тысяч. Запас снарядов до войны составлял около 17 миллионов штук. Пусть их израсходовали в объеме 10 миллионов, но с учетом складированных боезапасов и возможных покупок в Северной Корее и Иране, снарядов хватит по меньшей мере на год. Сильно расходуются и высокоточные ракеты. На использование оставшихся, пусть и не столь технологичных, можно растянуть на 9 месяцев. От своих целей Россия не отказывается, конца войны не видно. Это должны учитывать и страны Запада. Михаил Владиславов, Петр Ильявань, Новости Таллина. Кремль явно не готовится к свертыванию военных действий в Украине и не исключает затяжную войну. Так что украинские беженцы, получившие в Эстонии и в Таллине в частности, временную защиту вынуждены будут озаботиться продлением вида нажительства. Это не единственное из требующих решения проблем, о некоторых из которых в материале Сергея Овченкова. Сегодня в доме Стенбека прошел брифинг, на котором обсуждалась нынешняя ситуация с украинскими беженцами в Эстонии. По данным соцмина, три четверти беженцев мечтает вернуться на родину, 5% думают, что останутся в Эстонии, а 20% пока не могут ответить на этот вопрос. Причем, если в пиковый период ежедневно пребывало около 2000 беженцев, то в последней неделе чуть более 100 человек в день. С момента начала военного конфликта на территории Украины границу Эстонии пересекли порядка 100 тысяч украинских беженцев. Некоторые из них следуют транзитам, а некоторые приняли решение остаться здесь. Но и тем, и другим нужна определенная помощь, и Эстония прикладывает все усилие для того, чтобы эту помощь им оказать. Но, как оказалось, наши ресурсы не безграничны. Об этом заявили премьер-министр и министр внутренних дел. Наша страна уже не в силах принимать такое количество украинских беженцев, поскольку ресурсы практически исчерпаны. Министр внутренних дел Лаури Лянемец на встрече со своим финским коллегой попросил о помощи Финляндию. Там будут принимать прибывших в Эстонию украинских беженцев, если они захотят туда переехать. Министр внутренних дел Финляндии объявил о, так сказать, зеленом свете для них. Что же касается тех беженцев, которые уже находятся на территории Эстонии, то у них появилась возможность подавать ходатайство о продлении временной защиты в самообслуживании. Департамент полиции и погранохраны разработал среду самообслуживания, благодаря которой можно ходатайствовать о продлении временной защиты. Но нужно обязательно знать, что подавать такое ходатайство можно за 1-3 месяца до окончания срока действия вида на жительство. Раньше, чем за 3 месяца до окончания срока действия вида на жительство, ходатайство подать нельзя. Адрес среды самообслуживания вы видите сейчас на экране. Его также можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны. Что же до помощи, то тут наши соотечественники с первых же дней проявляют себя очень хорошо. Так, например, некоммерческое объединение «Друзья Мариуполя» помогает транзитным беженцам, которые следуют дальше, но при этом вынуждены провести некоторое время в нашей стране, и помощь получили около 5000 человек. Наша организация занимается помощью транзитным беженцам, в основном тем, кто перемещается через Россию и дальше едет куда-то в Европу. Мы им помогаем найти место, где лучше всего в Европе им обосноваться, а также добраться, если у людей нет такой возможности, либо просто помочь с какой-то информацией, где и что, и как работает. На брифинге сообщили, что на данный момент почти 5 миллионов украинцев запросили временную защиту у Европейского Союза, и по данным зарубежных исследований, с учетом эстонского ВВП и размера нашего населения, мы на первом месте в Европе и по оказанию помощи Украине, и по приему беженцев. Сергей Вщенков, Виталий Савинский, новости Таллина. На этой неделе трагическая весть пришла из Южной Эстонии, где сгорела квартира, в которой нашли тела двух погибших мужчин, которые, по данным спасателей, нередко злоупотребляли алкоголем. Более того, пожар распространился и на квартиру этажом выше, где нашли еще одного мертвого жителя дома. Однако не только излишнее увлечение спиртным может стать причиной подобных происшествий. Некоторые приборы, которые используются для обогрева с целью уменьшения коммунальных счетов, могут таить в себе смертельную опасность. Еще год назад было трудно представить, что среди самых ходовых товаров окажутся электрогенераторы и газовые горелки. А теперь спрос на них подскочил в разы, особенно на фоне бесконечных разговоров о том, что зимой возможны перебои с подачи электричества. Но специалисты всерьез озабочены, что неумелое или неверное использование такого оборудования может не только испортить приборы, но даже и стать причиной пожара в вашем доме. Не всякий генератор можно использовать на открытом воздухе, и тем более не всякий генератор можно использовать в закрытом помещении. Возникает вопрос, как же именно разобраться в тонкостях данной техники, с которой раньше потребители практически не сталкивались. На сайте спасательного департамента, rsq.e, есть шикарнейшая инструкция на обоих языках. И там написано, до того, как вы хотите купить, там есть инструкция, как пользоваться и как потом обслуживать. Почитайте до того, как купить. Вы считаете, где вы будете. Может, у вас там пятиэтажный дом, может, у вас частная квартира, может, у вас маленький домик. Хватит ли его мощности сначала купить? То, может, купите за 100 тысяч евро, а потом вам надо заряжать одну лампочку. Тотальная скупка электрогенераторов началась после высказывания премьер-министра Кая Калласа о том, что в Эстонии могут быть перебои с электроснабжением. Продавцы данного оборудования могут только радоваться, глядя на спрос, хотя спасательному департаменту это наверняка добавит головной боли, поскольку, как ни говори, как ни предупреждай, к сожалению, все равно найдутся те, кто станет использовать генератор, не изучив предварительные инструкции. Несчастный случай всегда и случается. Если что-то человек забывает, и человеческий фактор какой-нибудь. Да, там в инструкции тоже написано, может возникнуть угарный газ. Ну, что-то не так пошло по технике. И тогда лучше всего, конечно, угарный датчик поставить. Vingogaz.e. Там на сайте написано, как делать. Департамент защиты прав потребителей технического надзора напоминает о запрете использовать электрогенераторы с двигателями внутреннего сгорания в квартирах. Это означает, что в квартирах разрешено использовать резервные источники питания, которые работают не на жидком топливе. Так что товариществам также придется обратить внимание на то, как именно генераторы используют жильцы многоквартирного дома. Ведь если каждый начнет использовать такой аппарат в своей квартире, аварии произойдут быстро. И в такой ситуации ответственность в случае аварии лежит на владельца генератора. Самое важное – прочитать инструкцию производителя по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Сергей Овченков, Виталий Савинский, Новости Таллина. Более сотни единиц снегоуборочной техники вышли в эти дни на Таллинские дороги для борьбы со снегопадом, который начался несколько дней назад и продолжается лишь с некоторыми перерывами. Наверняка горожане заметили, что уборка снега и обработка дорог средствами против обледенения осуществляется в круглосуточном режиме. Но нельзя завыбывать и об ответственности самих владельцев недвижимости, о чем и будет разговор с нашим гостем. Сегодня это Тима Кубьес, старший инспектор муниципальной полиции. Добрый вечер. Добрый вечер. Кто же отвечает за, например, прилегающие пешеходные дорожки к его частной территории? За уборку прилегающей территории несет ответственность также и владелец. То есть территория, которая прилегает, ее надо убирать, за нее дохаживать, чтобы ей было приятно и удобно пользоваться всем горожанам. Если вдруг дорожка не почищена, какие меры? Это предупреждение, это штрафы. Прежде всего поступает информация в оперативный центр. Дальше дежурный связывается либо с патрулем, либо с участковым инспектором. Выезжает на место, проверяет, так ли это ситуация. И в зависимости от того, что выясняется на месте, уже связывается с владельцем территории, кто должен ухаживать за ним. И прежде всего пытаются договориться, чтобы привести в порядок, чтобы ситуация была хорошая. И уже если это не помогает, тогда дальше действительно есть возможность использовать санкции. То же касается и квартирных товариществ. Да, абсолютно. У нас также есть еще и крыши, и сосульки, и снег, который скапливается на этих крышах. Как с этим обстоит дело? То же самое облизение на дорогах, на тротуарах. То есть за этим надо следить. Что касается крыш, обязательно надо учитывать, что сосульки могут быть опасны, они могут падать. Надо учитывать, что если вы делаете чистку на крыше, то обязательно надо учитывать все меры безопасности. То есть нужно страховаться. И наши инспекторы также за всем этим следят. И, к счастью, на моей памяти таких серьезных нарушений не было с этим. Ну и, конечно же, если происходит чистка, нужно какое-то ограждение сделать, да? То есть чтобы для пешеходов, для водителей, для всех тоже было безопасно. Да, безусловно. Нужно зону работы ограждать, чтобы это было понятно, чтобы люди не попадали на опасную территорию. Еще один момент, что если вы для очистительных работ и чистки крыши ограждаете тротуар, например, нужно смотреть, чтобы вы не вынуждали своим ограждением выходить на проезжую часть. То есть есть условия за этим надо следить. Если вдруг так получилось, что человек поскользнулся, упал, получил травму на каком-то обледенелом пешеходном переходе, я не знаю, на какой-то дорожке, куда обращаться с этим? Ну, в зависимости от ситуации, конечно, если какая-то травма произошла, то в первую очередь надо в Центр спасения, да, как-то, может быть, обратиться к врачу или что. Если какая-то претензия... Например, автомобиль поврежден. Ну, а в таких ситуациях у нас, опять же, эта информация поступает дежурному, патруль фиксирует все это, все эти данные у нас есть, у нас видеозаписи производятся, фотографирование, потом страховые службы обращаются к нам за этими доказательными материалами, но каждый инцидент, ну, как бы, решается, ну, индивидуально. В общем, для того, чтобы зима была уютной, радостной, нужно, конечно, всем быть ответственными. Да, конечно. Я хочу напомнить людям, что если какая-то ситуация произошла или вы чем-то недовольны в городе, не забудьте наш номер телефона 14 410 или напишите e-mail korapide.sobachka.tallin.lv.e Можно приложить фотографии. Да, например. У нас круглосуточная служба, дежурная работа 24 на 7 в любое время. Мы готовы обслужить вызов. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Для горожан и участников движения важно, чтобы улицы и тротуары были чистыми, вне зависимости от того, чья это обязанность. Как город в своей деятельности руководствуется законами и обязанностями, так и мы с вами должны выполнять определенные обязательства, о которых напомнил Тима Кубьес, старший инспектор муниципальной полиции, чтобы зима принесла нам радости, а не травмы и огорчения. А мы продолжаем наш выпуск. Представители Департамента полиции и погранохраны, Министерства юстиции и Департамента социального страхования, а также психологи, педагоги и многие другие профессионалы из разных сфер, всех их вместе собрал в Министерстве социальных дел информационный брифинг, посвященный защите прав ребенка. В ближайшее время в силу вступят немало положений, цель которых обеспечение достойной жизни детей. Лина Туровская познакомилась с некоторыми идеями, которые воплотятся в жизнь при осуществлении политики, при поддержке семьи и детей. Выступающих на мероприятии, призванном улучшить законы о защите прав детей, было много, и представляли они самые разные ведомства. Уже одно это – показывать, насколько сложна эта сфера и каких совместных усилий всех ведомств она требует. Сейчас назрела необходимость создать проект закона о защите детей. Вот и обсуждался ряд положений, на которые нужно и финансирование, и законодательная база. Как отметила министр социальной защиты Сигне Рейсала, самая главная задача – это профилактика. С 1 сентября для родителей, находящихся в разводе, есть услуга, которая позволяет помочь уводить все спорные вопросы, связанные с детьми. Но очень важно и информировать родителей, и внедрять для них различные обучающие программы, ведь главный образец для ребенка – это его семья. Услуга семейной медиации, о которой упомянула министр, предназначена для семейных пар, которые уже расстались или находятся в состоянии развода, и у которых есть несовершеннолетние дети. Им нужно помочь в непростой проблеме, как они могли бы договориться об организации жизни ребенка, чтобы юное существо не страдало еще больше. Например, об организации общения с ребенком или уплате алиментов. Есть еще и очень щепетильные вопросы конфиденциальности жизни ребенка. Это важная тема, ставшая острой век интернета, буллинга и троллинга, а также безответственности некоторых СМИ, живущих под лозунгом «Все на продажу». Все эти реалии также должны учитываться при разработке законопроекта о защите детей. «Были выявлены проблемы с ныне действующим законом об охране личных данных. Окончательно неясно, во всех ли пунктах этот закон полностью понятен, и понимают ли его без разночтений. Например, в каких случаях данные ребенка можно публиковать в прессе. Не все журналисты понимают это одинаково». Пора точно сформулировать, какие права есть у ребенка и дома, и в детском саду, и в школе, и как эти права отстаивать. По мнению представителя Департамента полиции и погранохраны, по сравнению с предыдущими годами система стала функционировать намного лучше. Но хорошо, что собрались разные ведомства. Именно в области совместной работы есть еще куда двигаться. Возможно, нужен некий единый свод возможностей для детей и родителей. «Чем-то полиция поможет, где-то местное самоуправление предоставит помощь. Есть и еще структуры, которые их поддержат. Точно нельзя сказать, кто именно поможет и насколько, но очевидно, что без помощи никто не останется». Психологические травмы подстерегают ребенка повсюду, например, в суде. А в суд дети любого возраста попадают по очень разным причинам. Это и вопросы опеки и криминал, с которыми они могут быть связаны и как свидетели, или как потерпевшие. Но согласитесь, судебное заседание – не самое комфортное место для юного создания. «Мы бы хотели в каждом здании суда создать дружелюбное к детям пространство. Там могли бы быть игрушки, чтобы дети могли что-то смастерить. Нужно, чтобы ребенок почувствовал себя в безопасности, чтобы ему было чем заняться. Тогда он сможет немного отвлечься от своих проблем, и это ему поможет говорить открыто». Словом, в области защиты прав детей есть огромный простор для деятельности. И хотя, как отметили все присутствующие, главное – это семья. И благополучие ребенка очень сильно зависит от того, как ведут себя его родители. Все же законы по защите детей именно с учетом реалий нового времени очень важны. Лина Трофская, Петр Юлевайн, Новости Талина. Что такое пергам? Зачем пчеле? Пять глаз. Сколько пчел живет в одном улье? Ответы на эти и многие другие вопросы из жизни пчел смогли получить ребята, которые приняли участие в замечательном проекте «Эти любознательные пчелы». Идея которого возникла в школе Вивера. Наша съемочная группа во главе с Вадимом Малышкиным также отправилась на сладкую лекцию. Ученые, экологи и различные специалисты отмечают, что ежегодно в самых разных регионах по всему миру наблюдается массовая гибель пчел. Основная причина – использование человеком пестицидов. Все это может в итоге привести к экологической катастрофе. Попытки исправить ситуацию проводятся различными организациями в самых разных странах. Таллинн также уделяет внимание этой проблеме. И старается развивать городское пчеловодство. На крышах некоторых зданий уже существуют настоящие пчелиные городки. В этом году жители Мустамя смогли попробовать мед с пасеки, которая расположилась в очень неожиданном месте – на крыше управы района. И вот еще один важный пчелиный проект в рамках программы «Коду Раху» возник в одной из столичных школ Вивере, и к которому сразу же присоединились и другие школы. В рамках этого проекта мы хотим донести до максимально большого количества, количество школьников, информацию о пчелах, о их важности для человека, о том, что их надо беречь. И в конце проекта мы даже сделаем специальные домики для пчел. Город Таллинн – зеленая столица. В зеленой столице живут и насекомые в том числе. И поэтому, чтобы улучшить знания детей, обогатить их знания в области пчел, этот проект и начал свое существование. Ребята не просто слушали лекцию о том, когда появились пчелы, как происходит опыление растений, какие виды меда бывают, но и активно задавали вопросы, на которые с удовольствием отвечал пчеловод со стажем Даниил Брант. На прошлом уроке мы рассказывали, как пчелы в уле живут, как получается из яйца пчела, и кто в уле главный. И сейчас мы рассказываем о продуктах пчеловодства, то есть что мы можем получить от пчелы. И кто знает, возможно, именно эти ребята организуют в нашем городе, в недалеком будущем, новые пчелиные городки. Вадим Алышкин, Виталий Савинский, новости Таллина. Накануне Рождества каждый день наполнен радостными и интересными событиями и подарками. Таллинн уже подарил нам рождественский календарь столицы, из которого мы каждый день узнаем о музее, открывающем свои двери для бесплатного посещения. В Таллине также появились сказочные дворики, а городской музей подготовил насыщенную программу, о которой расскажет Илья Бань. В предновогодний период мы ищем любую возможность провести время в семейном кругу. Конечно, можно просто прогуляться по старому Таллину, посетить наш рождественский рынок или прокатиться на одном из городских катков, которые имеются практически во всех частях города. Но куда более запоминающейся может стать рождественская программа для всей семьи, которую 11 и 18 декабря на русском языке предлагает городской музей. Она называется «Рождество в средневековом купеческом доме». Программа пройдет на улице Вены в Музее городской жизни, и детей будут ждать рассказ о том, как праздновали Рождество в средневековом Таллине, что кушали, чем угощали детей, какие дарили подарки. Посмотрят и сам купеческий дом, и как его украшали. Ну и могут смастерить себе небольшой сувенирчик, который можно будет украсти свой дом. Эта замечательная программа рассчитана на детей и взрослых, так что обязательно найдите эти полтора часа. Если вы любите бродить по старому Таллину и делать это со смыслом, то вам подойдет семейная экскурсия «Новый год по-новому». Петр Первый и Ревель. Хотите узнать, где впервые начали отмечать Новый год как большой праздник? Как его встречали в Таллине? Какие новогодние традиции появились благодаря русскому царю Петру Первому? И как же связаны между собой Петр Первый, Ревель и Новый год? Если ответы на эти вопросы вам интересны, то 21 декабря в 17.30 от Русского городского музея стартует увлекательная прогулка по старому городу. Исключительно на взрослых рассчитано мероприятие, которое запланировано на среду, 14 декабря. Ставшими уже традиционными, можно сказать, салонные вечера у Нотбека, которые проходят на улице Пик-29 в Русском музее, приглашают в этот раз на вечер романса. Его можно будет и услышать на старых громпластинках, и узнать интересные факты, о которых расскажет Марина Дунаева, популярный таллинский гид, который сама исполняет романсы. Для полной информации о мероприятиях Таллинского городского музея советуем вам посетить их интернет-страницу на русском языке linnamuseum.ee. Стоит также помнить, что большинство мероприятий, мастер-классов и экскурсий требуют предварительной регистрации и оплаты, которую, впрочем, можно считать достаточно символической. Илья Бань, Петер Улявайн, новости Таллина. Сегодня был просто пушкинский день, когда сочетались мороз и солнце. Жалко, что он пришелся на пятницу, а не на выходную, субботу или воскресенье. Хотя, может быть, природа подарит нам еще пару таких деньков. Узнаем прямо сейчас. Предстоящей ночью облачно, временами снег. Ветер южных направлений от 3 до 8 порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 4 градусов ниже 0. Завтра днем ожидается преимущественно облачная погода, временами снег. Ветер южно-юго-восточный 3,8 порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от минус 2 до минус 4 градусов. В воскресенье ночью облачная погода, около полуночи пойдет снег. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от минус 10 до минус 12 градусов. В воскресенье днем сохранится облачная погода, однако осадков не ожидается. Ветер юго-восточный-восточный 3,8 к вечеру порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 9 градусов мороза. В ночь на понедельник облачно, к утру ожидается снегопад и метель. Северо-восточный ветер усилится до 10-15, порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха минус 7, минус 9 градусов. В понедельник днем сохранится облачная погода, снег и метель. Ветер северо-восточный 13-18, порывами до 21 к вечеру до 25 метров в секунду. Температура воздуха от 3 до 6 градусов ниже нуля. Лыжная трасса в парке Паевласномя. Катки во всех районах города, ярмарка на штромке. Надеюсь, хотя бы один из пунктов есть в вашей программе на выходные. И мы тоже примем участие в этих зимних радостях, чтобы рассказать о них и о других событиях в нашей программе в понедельник. А сейчас я, Екатерина Плехова, прощаюсь с вами. Напомню, что новости Таллина ждут вас в начале следующей недели. Удачных вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова